Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будет такое мини-включение сборная солянка. Я вам покажу косметику, которая у меня есть в запасе. Ее совсем немножко, все как я люблю. Также я вам покажу продукт, который вызвал у меня ужасную аллергию, что меня просто сбило с толку, что в последнее время очень много каких-то продуктов странных у меня вызывающих аллергии попадается. И также я вам хочу такое небольшое предостережение. Если вы бываете в каре и покупаете там нижнее белье, там обувь, я там обувь давно не беру. Если вы покупаете нижнее белье, знайте, что там просто ужасные маломерки. Я вам сейчас вставлю видео, что я покупала. И как оказалось, я уже когда развернула, я уже поняла, что это что-то маломерка какая-то. Ну, думала, может быть, ткань тянется или что. Я приобретала белье на L-ку. По факту это где-то XS. То есть это вообще на очень худенькую девочку. Может быть, на подросточка. Там лет 10-11, и при том, при всем, что этот подросток 10-11 лет, девочка будет худенькая очень. Поэтому вот так вот. Всем привет! У нас сегодня 17 сентября. Показываю. Вот забежала в каре. Вернее, мы с мужем заходили. Там занесло нас туда. И я увидела такую акцию. 1 плюс 1 равно 3. Но дело не в этом. Мне очень понравился такой вот комплект. Просто я увидела его, на него запало. И 100% хотела купить. То есть мимо проходила, увидела. Все, хочу. И когда увидела, что 1 плюс 1 равняется 3, начала там шерстить. В общем, все. И посматривать, почему бы не взять. Размер, как всегда, элька на толстошопиков. Значит, понравился мне еще вот такой вот комплект. Ну и третий, чтобы шел в подарок. Они вот по 599 рублей. Я там искала, 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 искала. И в итоге вот такой же взяла, только с другой расцветкой. И, честно говоря, ненавижу белое белье. Просто категорично. Ну, тут оно ушло в наборе. И так как мне, в принципе, это 2 позиции нравилось, я подумала, ладно уж, пускай. Ну, так специально я бы белое белье не купила. Так что вот такой вот наборчик. Такие вот наборчики получились. 3 по цене одного. Вот это Даниэль и Патридзи какая-то. Вот так вот это выглядит. Это именно тот комплект, который меня зацепил. И реально он очень так классно выглядит. Мне нравится вот эта вот окантовка. Вот все нравится. Тянется вроде так с виду небольшие они. Надеюсь, не маломерки. Ну, они не высокой посадки, а просто обычные будут. Так что вот такой вот набор. Такой цвет. Такой. Ну, классные мне прям эти очень понравились. И получаются те, что похожие. Такие красные, розовые, мятные, беж, черные и белые. Тоже вот они прикольно выглядят. Достаточно так неплохо. Мне нравится. Так что довольна. Ну, что ж, покажу, что у меня есть. Конечно, девочки, я хочу пополнить свои запасы. Но я хочу их пополнять только хорошими продуктами. Мне не надо 10 количеств. Мне нужно качество. То есть, вы видите, я покупки делаю. Но в основном это что-то дорогое. И я это дорогое сразу ставлю в использование. А что у меня еще не пошло в использование. Это вот такой вот потрясающий крем от Flame Moscow. Потрясающий аромат. Сосновые иголки. Мята, корица, кипарис, лимон, мох, мускус, сандал, кедр. Большой здесь объем 50 мл. Казалось бы, что же может получиться? Но получилось что-то невероятное. Это нишевый бренд наш, российский вам от душесовет. Ну как, давайте я пока советовать не буду. Сначала воспользуюсь им. Я тестером пользовалась, нюхала. В общем, была просто потрясена. Далее, что у меня еще здесь есть? Есть у меня от Пайо стиаре антиприспирант. Такой небольшой. И у меня был Пайо классический белый. Мне он очень нравился. Поэтому надеюсь, что этот будет не хуже, а даже лучше за своего прекрасного аромата. Так, там у меня вдалеке стоит одна мицеллярная вода от фитокосметик. Это еще старые мои покупки фитокосметик. Вот мицеллярка еще осталась. Я и допользуюсь. Она хорошая. Она здорово снимает макияж. Еще у меня там полочка сверху есть отодвигающая. Там лежит вот такой вот спонж шик. Я еще до него не добралась. Буду пользоваться. И также у меня есть от Талька. Вот такой вот крем 15 мл. И вот такой вот 3 мл. Эта Талька давали в подарок за покупку. По гелям для душа у меня 2 в запасе от Лабораториум. С черной морковью и с рябиной. Но они пахнут не так, как вот здесь написано. Это просто экстракты. В составе входит на самом деле у каждого своя какая-то ароматная композиция. Из средств для волос у меня бразильский орех Муру-Муру есть. И это у меня маска и шампунь. Шампунь подарочный за заказ, за покупку бренда. А маску я сама покупала. Но если честно, у меня какие-то неполадки с косметикой из Израиля именно для волос. Она мне постоянно не подходит. Она для меня не рабочая. И в этот раз я Ди-Ди Бальзам использую сейчас. Стоит в душе. Но он абсолютно никак не работает. Что есть, что нет. При том, при всем, что я обожаю косметику из Израиля. Вся остальная косметика просто отлично мне подходит. Особенно Зелинский Ресен, Сабон, Лалик. Просто потрясающие марки. Но вот для волос как-то никогда ничего не подходит. Хотя я пробовала всякие дорогие бренды. Но, увы, все время мимо. Также от Лабораториум у меня для нормальных волос есть Бальзам. И от Скинга шампунь и Бальзам. Такой вот. Мне девочки сказали, подсказали, что это для тех, у кого кератин на волосах. Но я как-то не обратила на это внимание. В общем, буду так пробовать пользоваться. Такие вот запасики есть. Друзья, и вот Мерзавец, на который у меня пошла ужасная аллергия. Это такой вот спрей про мейкап. Увлажняющий спрей. И, насколько я понимаю, насколько там вот описано это все, что он, наверное, должен как-то чего-то способствовать продлению макияжа, что-то вот такое. На самом деле, когда его распыляешь, это какая-то такая липкая вещь. Не просто с легкой липкостью, а просто ужасно липкая. Прям вот даже не знаю, с чем сравнить. Даже хуже клея, мне кажется. Ну, просто максимально липкая. Сразу ощущение того, что лицо становится грязным. Как будто бы на него что-то натянули. Это лицо пакет. Не знаю. Я, насколько соображаю, я думаю, что оно такое создано для того, чтобы своей липкостью помогать скреплять слои макияжа, чтобы это все держалось. То есть, ну, я понимаю, для чего оно создано. Этот продукт мне попал на губы. Он мне попал на губы. Ну, понятно, если там распылитель, вы как хотите, не хотите, вы все равно на все лицо попадете. И на волосы попадете, и на шею попадете. Везде попадете. Потому что, ну, это спрей. Он распыляет. И у меня случилась ужасная аллергия. То есть, у меня вообще губы аллергенные, поэтому я не покупаю бюджетные помады. Если покупаю не люкс, то я очень сильно боюсь. Если мне какой-то там, вот, например, мне мина подошли, помаду, я понимаю, что мину я могу брать. Ну, другое прям, чтобы я попробовала. Это прям, не знаю, что нужен будет, чтобы был какой-то настолько уникальный оттенок. В общем, у меня случилась аллергия. То есть, это полностью кромка губ воспалена. Это заеды огромные. То есть, просто вокруг рта, весь рот, он облазит. Это все красное. Течет сукровица. В общем, кошмар. У меня давно прям такой жесткой аллергии на губах не было. И это, конечно, и больно, и страшно. И не знаю, как это все отойдет. Как это маскировать, чтобы выходить на улицу, не пугать людей. Потому что это выглядит реально отталкивающе. Так что эту штучку я расхламляю. Вот, мне не подошло. Но вы знаете, что я аллергик, поэтому, может, вы вообще нормально к этому отнесетесь. Еще что хотела показать, девчонки. Не поняла я метеориты. Не поняла я метеориты от слова совсем. Почему их так хвалят, превозносят до небес. Я пойму, если эти метеориты, когда они там только появились, тогда, да, они, то есть, были каким-то уникальным топовым продуктом. Сейчас мне кажется, что это что-то не очень. Насколько я была наслышана о метеоритах, что это пудра, которая придает лоск, как закрепляющая. В общем-то, у меня второй оттенок. Это пудра с мелкими, мелкими блестками. То есть, она придает лоск не за счет того, что сама пудра может быть какая-то там увлажняющая или, ну, вот, какой-то легкий, может быть, перламутр, не знаю, в ней добавлен. А за счет того, что у нее просто блестяшки, дофига-дофига блестяшек. Вот и все. То есть, это не совсем похоже на пудру, это не совсем похоже на ужасный хайлайтер. Я вот пользуюсь ей пару недель, и, честно говоря, я не понимаю восторгов. Мне неудобно ее набирать. Она нифига не набирается на кисть. Извините меня, да. Может, к ней нужно покупать специальную кисть, вот, герленную. Ну, камон, это очень большие траты. Я считаю, она того не стоит. Кисть у меня хорошая, дорогая. Все другие пудры набирает, а эту не набирает. И эти шарики, как бы, ну, ты там кистью так вот елозишь, да, стараешься как-то побольше, быстрее поелозить, чтобы набрать. Шарики начинают отскакивать, и у меня несколько шариков улетело просто в умывальник, потому что они, ну, как бы, тут небольшое пространство. Если активно начинаешь кистью работать, они просто, как бы, хуп-хуп друг от друга и бац, отскочили. Короче, сейчас покажу, что я с ней сделала. Вот, что сделали мы с метеоритами. Их еще надо, наверное, еще помельче растолочь, но и так, пока можно пользоваться. В общем, муж мой их раздавил, потому что набрать я их не могу, чтобы воспользоваться нормально. Извините меня, 15 минут стоять, пытаться набрать эти метеориты. Мне что, делать нечего? Либо же мне что, кисть специальную покупать? Вот, ну, совсем для продукта, который мне не впечатляет, купить еще кисть фирменную их. Нет, я такого делать не буду. Я думаю, тут видно вот эти вот блестяшки, которые там находятся. Вот. Вы прекрасно видите эти блестяшки. Видите, да? Там просто накрошенные блестяшки. Как сама пудра, вот именно база, она не видная на лице. Она, вот, вот, куча-куча блестяшек. То есть, это пудра, в которой как будто бы надкрошили блестяшки. Я не знаю, какой лоск она может так придавать. Она просто, ну, придает блестяшки на лице. Я не знаю, как это еще объяснить, потому что, ну, вот, я думаю, все мы видим. То есть, девчонки, я была расстроена. Я ожидала чего-то большего, чем вот такое вот дело на лице. Поэтому я ее попросила мужа раскрошить. И, возможно, я буду брать пудру и в роше, и пудру, вот эту вот герлен, и вместе перемешать и как-то использовать. Потому что выбрасывать мне жалко. В принципе, как пудра, она неплоха. Кстати, мне абсолютно не нравится запах ее. Тут нужно быть либо фанатом, либо объективным человеком. Я объективный человек, ожидала просто хорошую пудру, которая, может быть, там, ну, как бы придаст лоск. А не придаст то, что у меня будет просто все лицо в блестяшках. Поэтому, ну, вот, в таком раскрошенном виде хотя бы я смогу ей воспользоваться. Хотя бы пойдет как-то дело. В принципе, то, что у меня блестяшки на лице, мне не особо как бы напрягает, потому что я любитель такого дела на глазах. Но все-таки это не то, не то, что я ожидала увидеть. Ну, поэтому как-то такое вот разочарование у меня пошло. Хотела с вами поделиться. Не знаю, тут у меня, наверное, может быть, есть фанаты герлен, фанаты пудры. Ну, я такой человек, что для меня бренд, не важно, я из-за того, что это герлен, из-за того, что это, там, допустим, там, форт, не важно. Форт я не пробовала, но я, как пример говорю, я не буду на него молиться. Это всего лишь марка, которая должна сразу работать, потому что мы за нее платим большие деньги. Поэтому как-то так. В общем, все, буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Продолжение следует...